Сроки подачи родителями заявлений на компенсацию части стоимости детской путёвки в санаторные лагеря круглогодичного действия продлены. Теперь заявление можно подать с 1 декабря предыдущего года по 1 декабря текущего, на который приобретена путёвка для ребёнка. Напомним, областной бюджет в летний период оплачивает 85% от утверждённой стоимости путёвки. Остальную часть могут оплатить родители, работодатели или профсоюзы. Утверждённая стоимость путёвок в санаторные лагеря круглогодичного действия в Зауралии в летний период равна 17 388 рублям. Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путёвки предоставляются бесплатно. Регион на эти цели в 2013 году получит субсидии с федерального бюджета в размере 34,5 миллионов рублей. Что позволит оздоровить детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2601 человек, из них в загородных оздоровительных лагерях 1090 детей, 1511 детей оздоровятся в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия. И нам позволит выйти на целевой показатель 54%, что составит примерно 34 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На приобретение учебников в 2013 году в Зауралии выделено 60 миллионов рублей. Задача стоит достаточно конкретная – обеспечить школьников бесплатными учебниками по всем предметам. Особое внимание уделяется и своевременному завершению капитальных ремонтов и освоению выделенных на это 95 миллионов рублей. Практически все находятся в конкурсных процедурах, и скоро будет завершаться эта процедура, и начнутся уже ремонты. Далее у нас выделены средства на теплые туалеты для сельских образовательных учреждений. В 2013 году в Курганской области будет создано около 2500 дополнительных мест в детских садах, что на 345 больше, чем планировалось ранее. Деньги, необходимые на приобретение оборудования, появились благодаря дополнительной субсидии с федерального бюджета. Общая сумма финансирования составит 434 миллиона рублей. Светлана Епифанова, Александр Киселев, Светлана Брагина, информационное агентство Курган.ру